Благотворительный фонд «Металлург» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны. В Ленинском районе сейчас проживают 42 участника тех событий. Накануне Дня Победы наша съемочная группа встретилась с Раисой Павловной Чикотой. Она в числе первых магнитогорцев написала заявление об отправке на фронт. В свои 17 лет Раиса Павловна вошла в ряды первых добровольцев магнитки. Я, значит, в следующее военкомат пошла. А военкомат, я знаю, только меня не хватало. Полное помещение, это прием набитый народу. И все это девчонки они. И из первого института, из Горного, со школы, значит, вся, я бы сказала, ну как самая такая настроена, боевой дух. И все пришли, и на подоконнике пишут заявление, прошу на фронт. На фронт не взяли, отправили на курсы медсестры. Потом был госпиталь на Ежовке. Там Раиса Павловна пробыла недолго. Расформировали. Позже молодую девушку перебросили в 256-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион. В тот день Раису Павловну задела лишь осколок. Без серьезных ранений она добралась до Белоруссии, где и встретила День Победы. И уже в мирное время, получив образование, участница войны проработала 17 лет в тресте Магнитострой старшим воспитателем молодежного общежития. Мы вас благодарим не только за работу воспитателя, а за то, что вы защищали родину до того, как были воспитателем. Защищали родину с 1942 по 1945 год. Настоящий фронтовик. Вот это все настоящее. К медалям Раисы Павловны добавилась еще одна, посвященная столетию Красной Армии. От коллег и благотворительного фонда «Металлург» ей вручили продуктовые наборы. Разрешите поздравить вас с праздником и пожелать всего-сего самого хорошего. Оставайтесь такой, какая вы есть. Умница. А это маленький продовольственный набор под новым достроем. Вековая история жизни Раисы Павловны Чикоты продолжится и в новом столетии. Память о ней в сердцах трех ее детей, пяти внуках, десяти правнуках и маленького праправнука. Ксения Перчаткина, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.